Эй, ребята, у нас есть маленький сюрприз для вас. Что? Хаю-хай, с вами Загубой Насвай. Мне уже настолько все равно, что я решил откатить свое сознание на несколько лет назад. Нахрена мне эта шапка. И вот он я. Господи, когда уже синдром отмены после карндоксина уйдет? Я потею, хотя холодно, меня знобит. Еще плюс я болею и температура. Я буквально сейчас в предоборочном состоянии. И очки я сейчас надел не потому, что я хочу казаться крутым, а потому, что у меня сейчас под глазами огромнейшие синяки. Для начала, для начала предыстория. Как вы помните, недавно Ютуб решил забанить мой канал за аферизм и мошенничество. Хотя, само собой, аферистом и мошенником я не являюсь. Но бот у Ютуба виднее. Причем настолько виднее, что недавно бот решил снять монетизацию с 20 моих роликов одновременно. Плюс. Плюс. На последний ролик по Сталкеру накинуть 18+. За то, что я там пошутил шутку. То, что уважаемый президент Украины Зеленский любит уголь. То, что Зеленский угленюк. Не, ну главное, что не углисос. Чудесно. Который раз Ютуб просто берет и лишает меня работы. Заработка оплаты моего труда. То есть Ютуб ни с того ни с сего решил вдруг себя вести, как реальный работодатель. А как мне быть, если вдруг Ютуб решит меня забанить окончательно? Куда идти? На Твич? Ты чё, дурак, что ли? Да на Твичи меня точно забанят. В любом случае, недавно я решил создать Патреон. Так что если вдруг дела так пойдут дальше, то мне, видимо, окончательно придется забивать на монетизацию. Забивать на всякие 18+. И идти во все тяжкие. То есть творить абсолютную дичь. Вести себя, как свободный человек. Или же на крайняк я буду на Патреон закидывать незацензуренные версии специально для наших гоблинов-меценатов. Реально, хотя бы ради интереса на Патреон поглядите, чем там сейчас люди могут похоже. За что они деньги платят? А если бы я вдруг начал рисовать фуди-порно, вы бы за это платили деньги? Я чисто ради интереса спрашиваю, как говорится, куда судьба меня заведет. Но, благо я то и дело отвлекался на ВАРСПИРОНЛАЙН. Это пиксельный хардкор в духе тех самых олдовых фэнтезийных ММОшек. А значит вам гарантирована ламповость, атмосфера, сложные задания и общение с настоящими ветеранами ММОРПГ. Буквально в канун Нового Года и Рождества в ВАРСПИРОНЛАЙН происходят самые ярчайшие события. Во вселенной Аринары каждый год в это время случается замечательнейший праздник – Миророждение. Отчем игроков временно открывается совершенно новый остров – Снежный предел, где происходит много всякого и поразительного. Помоги Белобороду спасти остров от опасности и участвуй в интереснейших состязаниях. Сразу после выхода обновления с множеством нововведений в игре начнется новый сезон активности под названием «Вихрь чудес». Выполняйте ежедневные и еженедельные задания, дабы получить уникальнейшие награды. Активности данные доступны даже новым игрокам. И не забывай юзать прелести боевого пропуска, как, например, быстрый доступ к личному складу или складу гильдии, или же личные парикмахеры. Плюс это я еще не сказал про обязательные еженедельные подарки, которые будут полезны и новичкам, и алдам. Праздник мир рождения Варспирь онлайн уже начался, так что присоединяйтесь к игре на официальном сайте и веселитесь на празднике мир рождения Варспирь онлайн прямо сейчас. Кстати, ребят, в очередной раз хочу похвастаться своим классным твидовым пиджаком. Смотрите, какой я на стиле. Это твидовый английский пиджак. Я это уточняю, потому что в прошлый раз, когда я на Твиче этим классным пиджаком хвастался, все начали говорить, что я выгляжу как бомж. Вы, где это видано, чтобы бомжи ходили в английских твидовых пиджаках, дорогие? Попробуйте такой пиджак на помойке найти. Я посмотрел бы на вас. Это невозможно. Никто такое качество не будет выкидывать на помойку. Я не бомж, и не аферист, и не фашист, и не фури. Само собой, в случае бана ни на какой завод я не пойду. Работы в 2021 году? Вы за кого меня принимаете? Может мне еще детей завести? Ставь лайк, если заводишь детей, и репост, если дети... А может мне еще пойти на соду нашу стерлитомахскую? Ага, так ее москвичи уже давно раздербанили на самые аппетитные кусочки. Настоящий башкортостанин кидает под губу не нас, а соду. Поэтому я решил, а чему бы мне не запрыгнуть на криптовалюты? Плюс мои знакомые сказали, что запрыгивать в криптовалюту никогда не поздно. А уж то-что о моей знакомой фигне не скажут. Крипто это модно, это классно, и на этом можно заработать миллионы. Биткоины, эфир, майнинг. Все это звучит так занимательно, так по-киберпанковски. А учитывая репутацию киберпанка, господи, во что я лезу? Может мне реально лучше накачаться и уйти на онлифанс? Буду сверкать там за бабки мышцами, причиндалами. Правда, насчет крипты есть один нюанс. Криптотрейдинг был бы прекрасен, если бы не одно однако. Для того, чтобы торговать криптой, ее надо сначала купить, и желательно купить много. А чтобы купить много, надо много потратить. И при том не факт, что купленное ты приумножишь. Меня это не устраивает. Если есть шанс проиграть, то я пас, потому что проигрыш это для лохов. Тем не менее, я нашел идеальный способ, как влиться в крипту. Продажи и покупка инфити. Правда, этот рынок, честно говоря, то, что я увидел, ужаснуло меня. Этот рынок, это просто сраный варп. Ха, поторгуй-ка я сегодня инфитишками. Ааааа. Инфити. Я не буду вдаваться в тяжелые термины. И просто скажу, что инфити это обмазанный эфиром прикол, внутри которого находится ссылка на картинку, данные, инфу, да и вообще на что угодно. Таким образом, на выходе мы получаем цифровой сертификат, подтверждающий право на владение чем угодно. Или же не подтверждающий ничего. Все зависит от вас и автора. То есть, покупая NFT, допустим, фотографии ландыша, я получаю своеобразное интернет-право на эту фотографию. Правда, право это буквально держится на каких-то цифрах в интернете и банальном общественном мнении. А если еще площадка, на которой это было выложено, закроется, то я, скорее всего, пососу писю, ибо чаще всего NFT представляет из себя не более чем кассовый интернет-чек. NFT никак не регулируется законами государства, но зато регулируется законами интернета, а оттого данная тема имеет столько трагедий и рофлов, что порой диву даешься. Народ уже который день горит с NFT-шников, ибо считает их шазами, а NFT-шники горят с обычного людо, ибо считают их тупоголовой деревенщиной. Хотя, если быть честными, вот тут без обид. NFT-шники горят с того, что их не воспринимают всерьез. Людам они воспринимаются как кучка малолетних аферистов, которые гордятся тем, что им просто повезло быть в нужном месте в нужное время. И по сути, это так и есть. Везение не есть заслуга, однако... Очень много среди данного людоперсон, которые шарят за рынок, а потому умудряются легко поднимать бабки за счет скилла, нужных связей и природной чуйки. В это же время, обычный люд говнится тупо, потому что... Они не понимают, что это такое, или же просто завидуют. Да-да. Поверьте, будь эти люди на месте NFT-шников, они бы свои рты быстро позакрывали. Однако, среди противников NFT-и есть люди, которые против данного явления, как раз таки потому, что... Они прекрасно понимают, что это такое. И вот тут уже совсем другой разговор. Ubisoft недавно сделали поразительный анонс. Они решили добавить NFT в одну из своих достаточно посредственных игрушек. Разразился гогот и оры со стороны геймеров. Ибо как так? А если игра закроется? А если что случится? Кто вернет деньги? Да и вообще, можно ли просто игры выпускать, а? Я плачу 60 баксов, что мне потом еще по КД в главном меню в лицо пихали баннеры с NFT-и по скидке? В любом случае, на данный момент, авантюра от Ubisoft потерпела лютый обосранс. Ибо, ну, для того, чтобы NFT продавалась, должна быть какая-то идея. Или хотя бы, чтобы игра говном не была. Ибо, ну, камон! Продавать NFT в Гострейхене? Вы серьезно? Не знаю, кто у них маркетолог, но он определенно шиз. Взяли бы лучше пример с Valve, они-то куда лучше реализовали тему с NFT. Со своими шапками, скинчиками, ножичками. И, разумеется, геймеры про этот момент как-то молчат. Ой, а что если юбики нас разведут? Я что, лох какой-то? Сказал дотер и пошел покупать скинчик на Марфа с электронным автографом какого-то ноунейма из Нави. Уж я-то не лошара! Сказал дотер. Конечно же, шмотки Valve продаются не за крипту, но, тем не менее, до них можно докопаться абсолютно с теми же вопросами. Рано или поздно КС исчезнет, закроют доту. Интересно, в таком случае, вам кто-нибудь возместит ваш керамбит? Кстати, Гейб запретил NFT у себя в стиме. Видимо, за конкуренцию опасается. Не, ну зато дота хотя бы бесплатная, в отличие от провального Гострейкона. А вот вне игр рынок данный является одним из самых свободнейших рынков в мире, ибо тут нет каких-либо высших сил, дабы регулировать его. Ты волен делать все, что находится в рамках твоих возможностей. Ты можешь быть хорошим купцом и торговать своим творчеством, или же можешь воровать арты художников с девиан-арты и торговать ими как крыса последняя. Неужели владельцам данных торговых площадок настолько насрать, что... Ну, вообще-то да, им настолько насрать. А все потому, что они сами заняты тем, что рубят бабло. И немалое! Простите, перерыв на Бебесу. Ах, OpenSea. Если описывать OpenSea, то я бы назвал это международной площадкой по торговле абсолютно любыми NFT. То есть буквально данная тема ограничена лишь вашей фантазией. Допустим, вы можете продавать там мемы. Ну, если вы автор первоисточника, конечно же, а то недавно владелец лягушки ПП жаловался, что кто-то без его ведома начал торговать его мемасами. Ох, если бы вы знали, сколько тут крыс и аферистов, реальных аферистов. А там уж их многоходовочек, наш обычный чиновник был бы в шоке. Владельцы OpenSea то и дело пользуются тем, что они самая мейнстримная площадка. Постоянно занимаются кумовством, а именно продвигают и уводят в топы весьма сомнительные проекты, которые сами по себе на это не способны. Мало того, они даже дают им галочки верификации, дабы у людей было больше доверия. Правда, большинство проектов всё равно не выстреливают, потому что выглядят как бычий кал. Мы заплатили вам 500 эфира, но при этом наши картиночки всё равно не продаются. Мы потратили столько денег зря. Ну вы как бы хотели, чтобы мы вам помогли развести лохов. И мы развели лохов. Но есть один нюанс. А те, у кого связи нет, пытаются манипулировать ценами, дабы забрасывать себя в топы. Например, начинают сами себе продавать инфтшки, дабы потом сделать их ценнее. Надо же! В интернете любят разводить людей! Прямо как в жизни! Однако, чтобы вы не думали, то, что OpenSea это чисто какая-то площадка для разводов и аферы, то вот вам абсолютно обратный пример. Этот акк буквально торгует рандомными мирами, которые совместимы с Майнкрафтом. В начале жизни данного проекта каждый желающий мог на халяву себе набрать кучу миров. Да, за просто так! Нынче цена за одну карту буквально... А по текущему курсу это очень немалая цена! Эх, сейчас бы мне кто-нибудь на Метамаск эфирчика перекинул. А я бы потом на эти деньги себе в Даркнете прикупил. Так, нет, а вот эту шутку я порежу, а то меня потом посадят. Или взять те же самые популярные мартышки. Многие их продавали за полэфира и меньше, а теперь они стоят по 50. Но благо сообщество не рофлит над теми несчастными, ибо такие просчеты на каждом шагу бывают. Все-таки рынок очень радомный, и что-то предсказывать совершенно невозможно. Проще угадать, что он на дайсах выпадет, чем какой-то трендец наступит на рынке завтра. Зато над владельцами мартышек рофлит обычный лют, потому что... Реально беситься с того, что кто-то райт-кликает твои картинки без планов заработка, это... Я не знаю. Мне порой кажется, что это реально просто какая-то мета-ирония, которую мы не выкупаем. Проекты выстреливают сами по себе. Покрас Лампас продал очередную каракулю за 2 ляма рублей, а инфетишки Эминема совершенно никому не интересны. А Дидас тоже недавно влился в рынок, заимели успех небольшой, а некий художник своими картинками просто взорвал рынок. Тише мартышки уже не особо и модные на их фоне. Как вы поняли, тема продажи своих приколов хороша. Я решил, чем я хуже, и запилил свою коллекцию с абсолютно рандомными бесполезными приколами. Правда, по секрету скажу, они, скорее всего, нахрен никому не сдались, потому что, во-первых, арт должен быть минимум красивым, чтобы человеку было приятно его покупать, а во-вторых, за ними должен быть какой-никакой интересный контекст. Я успел продать 2 инфетишки за 10 карабасов. Я считаю эксперимент минимум успешным, однако, будем с вами честны, не будь у меня канала, никто бы ничего не купил. Но давайте хотя бы порадуемся за обладателей Дигра Дранка и Дигра Хоба. По секрету скажу, мои инфети — это настоящие ламборджини от мира крипты. Правда, на территории СНГ пытаться продвигать свои инфети — это то еще и дело, ибо все уже заранее максимально негативно настроены. А ситуация со сталкером вторым так тем более подлила масло в огонь. Люди, абсолютно незнакомые с явлением, говорят в один голос. Нам не нужен этот ваш инфетик, гребаные вы мошенники! А ну пошли прочь из моих интернетов! Вон! Хотя лично моя сокровенная мечта, чтобы кто-нибудь купил Дигра Батю за 5 эфира. Если я его продам, то моя репутация амбассадора, инфеты и крипты на территории СНГ закрепится окончательно. Недавно Ян Топлис что-то пытался продавать его в OpenSea, но я вам по секрету скажу, ну серьезно. Ян Топлис. Я! Посмотрите на меня, ну! Вы посмотрите на мои модные штаны! Ну они пижамные, но они в клеточку, а не модные! Молодежь в таком ходит! Я художник! Это все перформанс, вы не понимаете! Вот-вот за перформанс можно деньги заплатить! А то сразу видно обычная жажда наживы! И только попробуйте написать, что я аферист! Я вам сразу говорю! Вы у меня пожалеетесь, назовете меня аферистом! Я не аферист! Хотя, думаю, стоит рассказать насчет моего опыта вообще с NFT и прочей этой хренью, потому что мне реально это против шерсти далось! Нигде нет никаких нормальных гайдов! Допустим, какие криптокошельки норм? Какие? Нет! Где регаться? Как? Что такое Binance? Норм ли Binance? Или это развод? Что такое Metamask? Газ? Почему газ такой дорогой? Как переводить деньги? Честно говоря, я до сих пор многие аспекты не понимаю, Но благо есть челики из комментариев, по крайней мере, с твиттера и так далее, которые мне пытались себя какую-то фигню объяснить, но для меня это все еще огромное болото! Я не модный! Я себя чувствую дедом, который вот должен сидеть с кнопочного телефона! Это реально для меня непонятно! Зато меня хотя бы радует, что среди нас есть ребята, которые мало того, что в теме, но еще активно продвигают свои проекты! Допустим, мало кто знает, но на OpenSeas есть коллекция догичи, которая очень даже неплохо продается! Наши ребята вдохновились кошачьей коллекцией и подумали, «Хэй, а чему нет пёселей?» В общей сумме их коллекцию успели купить и перепродать на более чем 183 миллиона рублей! Пёсики? Да! Чё, пёсики? Да! Пёсики! Нравятся пёсики? А, собаки! Отношение людей к НФТ абсолютно не важно! Ты можешь заработать на этом деньги! Прямо сейчас! А можешь потерять! И ты потеряешь! Я тебе гарантирую! Или же, например, вот, уральские ребята! Уральские! С Урала! Недавно залили коллекцию рофельных хомяков! Не обошлось, конечно, без проблем, ибо в момент запуска продаж внезапно скаканула цена на газ! Из-за этого многие челы никак не могли приобрести НФТ-шки, ибо цена была просто колоссальная! Благо, к утру, по нашему времени, всё образумилось! Однако, у этих челиков уральских я вам гарантирую, жопа вспотела только так! Так что, ребят, вы, конечно, извините, но мемасы про Барнаул, Алтайский край более неактуальны! Но, даже после всего перечисленного, я лично абсолютно без понятия насчёт будущего НФТ и крипты в принципе! Я лично искренне считаю, что скоро вообще всё это станет максимально нелегальным, ибо тот же Китай психанул и полностью запретил не просто крипту, а полное упоминание подобного явления! На фоне этого биткоин уже который день падает в пропасть, а китайские майнеры разбегаются по ближайшим соседям! Вполне возможно, подобное случится и в других странах, ибо в тех же штатах криптоэнтузиасты крепко давят на геморройдальный узел тамшких дедов в верхушках! С другой стороны, сами корпорации и просто богатей куда активнее запускают свои когтистые руки в данную тему! Тот же Мулинье восстал из могилы и решил оформить свою крипту, кто б сомневался! Или тот же Снупдог взял да потратил миллионы на земли в сэндбоксе! Звучит как бред! Да, но нет! Однако я же данное видео выпустил в первую очередь, дабы заранее предупредить, что тема эта активно будет внедряться в нашу жизнь, а конкретно в мое главное увлечение в игры! Юбисофт, уже повторяю, сказали, от этого никуда не денешься! Это будет везде! А следом за ними обязательно пойдут и Electronic Arts, Activision, куда же без них! Как вам насчет NFT-стикеры ВКонтакте, а? NFT-Warface, а когда подобное добавят в Тарков? Ооооо, это только вопрос времени! Epic Games активно поддерживают данную идею, а значит за ними, скорее всего, пойдут и Sony! Фил Спенсер уже успел негативно высказаться насчет NFT, но тот же Цукерберг, наоборот, подкинул дров своим метаверсам! А если подключился Цукерберг, то значит и сами майки начнут гнуть свою линию в данном направлении. Эта тема еще не развита и даже никак не регулируется. Это буквально как начало интернета. Но я уже сейчас могу с уверенностью сказать, что все будет как в киберпанке. Только с одним условием. Дальше будет хуже. С вами был Бэбэй. Мои дорогие друзья. До скорых встреч. Мои дорогие друзья.